Ну что, ребят, добро пожаловать на восьмой этап Формулы 1 на гран-при Франции. Начиная с квалификации, сразу третий сегмент, потому что не вижу смысла показывать два предыдущих, где я просто лидировал все время, как и в третьем сегменте. Сироткин наконец-то поехал довольно неплохо, как в Австралии. Тоже самая ситуация была, то что первый я, потом Льюис и Ботас, и уже четвертый Сироткин. Ну, будем надеяться, что в этот раз Сироткин повезет больше, чем на других этапах последних, в которых он не смог хорошо так финишировать. Вот только в боку ему повезло один раз финишировать, прийти с 12 на второй позиции. Итак, Франция. Довольно скоростной трек, то есть длинная, прямая, скоростные повороты, в которых почти не надо даже тормозить. И, в принципе, у нас болид заточен прям идеально под этот раз. У нас очень хорошая мощность движка, то есть мы очень быстро разгоняемся, у нас мало сопротивления воздуха. За счет этого мы набираем очень хорошую скорость, что, в принципе, будет показано в этом таком ролике. Ну и, собственно, у меня был дикий темп опять, так что, соответственно, проблем никаких у меня возник не должно по ходу этапа. Стартовая четка. Я первый, второй Льюис, третий Вальтери Ботас, четвертый Сергей Сироткин, пятый Чако Перес, шестой Феттель, седьмой Стабанагон, восьмой Кемеракен, девятый Кемеракен, девятый Кемеракен и десятый Даниэль Рикерн. В очередной раз Форс Индия заходит довольно далеко в таблицы, хотя вот вроде бы болид у них не топовый, и даже он, по идее, уступает по характеристикам тому же Ракбулу. Но вот как-то неплохо себя показывает Форс Индия. Причем, похоже, вот будто у них болид находится за прошлый сезон, который у нас был под конец. По стратегии я не проходил специальную программу, поэтому мне выдал к компьютеру то, что он считает нужным по стратегии. Ну и переходим к старту. Касан в красные огни, я неплохо срываюсь с места, правда с небольшой пробуксовкой. Льюис пытается со мной поравняться, у него это почти выходит к первому повороту, но я решил чуть позже оттормозиться. Из-за чего пролетает поворот, собственно, да, срезаю еще второй поворот немножко, но по итогу остаюсь на первом месте. Стартовая камера, собственно, вот пробуксовка та самая, из-за чего я не смог хорошо отъехать от группы. Тут же Сироткин опережает Ботоса на первом повороте в ходе, и также Ботос еще проходит Чака Перес. По итогу Сироткин начинает, как в Испании, с Льюисом ехать бок о бок на первом кругу, и тут уже, по сути, Сироткин навязывает эту борьбу Льюису, а не как было в Испании, когда это навязывал больше Льюис все-таки. Также позади за этим всем наблюдает Чака Перес. И выходит на обратную прямую, где, по сути, у Сироткина преимущество по отношению к Мерседесу, и также Чака Перес за счет Слепстрима обходит того же Льюиса. И тот же Ботос еще тоже Слепстрим получает, и тоже думает уже, пытается как-то пройти Льюиса, протиснуться где-то. По итогу в Шикане в 8-9 повороте Чака Перес проходит Льюиса, и на продолжение обратной прямой Ботос перестраивается, и бок о бок проходят они 9-й скоростной правый поворот. За счет чего у Ботоса лучше траектория в плане в ход 10-й поворот, и за счет этого он проходит Льюиса. Из-за чего Льюис теряет сразу же 3 позиции на старте. К третьему кругу у нас появляется уже ДРС наконец-то, я уже отъехал на какое-то расстояние, из-за чего у Сироткина не был ДРС, но у Чака Переса он был, и за счет этого он выходит на второе место. Но ненадолго Сироткин тут же контратакует на продолжение обратной прямой, и в правом быстром повороте спокойно проходит, и тут же Ботос ныряет во внутреннюю часть третьего поворота, тоже проходит Чака Переса. И уже Ботос начинает заниматься Сироткиным, проходит его в 8-м повороте, и спокойно хочет отъехать, но Сироткин за счет Слепстрима спокойно догоняет Ботоса, и навязывает ему борьбу за второе место. Я уже к этому минуту оторвался, хрен знает куда там уехал даже, и по итогу обходит Сироткин возвращает себе второе место, по итогу даже было уже первое. Потом через какое-то время у нас ходит Лонса, в которого въезжает еще Ван Дорн по итогу, и из-за чего Макларен просто в жопе финиширует в этом этапе. Я же после своего пидстопа обогнал пару Торос, и доехал до данных коллег в виде Эриксона и Магнусона, которые борются между собой, и въезжая в Эриксона, потому что думал, что он отрулит куда-то вправо. Но, к сожалению, да, во втором повороте не отрулил, и я въезжал в него, потерял право учать передвинтик крыла, из-за чего враженной силе просто не стало резко. Да, я их опережаю в конце первого сектора, в начале второго, и на прямой окшу Магнусона, но тут я столкнусь с проблемой в шикане. Оп, и просто не могу никак повернуть в левый поворот, потому что у меня сломана правая часть антикрыла, из-за чего я сразу же понимаю, что надо тут же ехать в боксы, потому что я никак не смогу продолжить гонку, ибо в третьем секторе у нас идут два левых быстрых поворота, в которых я просто буду терять время. Сержаткин после пидстопа начал навертывать пущенное, проходить гонщику, которая не делает пидстоп, и выходит в шикану, просто был идеальный. Обошел Торроса и Хас, и по итогу еще заблокировал все колеса, и сломал болиду Торроса перед антикрылом. Ну и продолжается такая вот битва у них, также Сержаткин прорвался потихоньку, и за ним прорвался и Чокоперес позади. Опять же, кстати, в Форсуиде была довольно интересная стратегия, в два пита пусть, но у них было два ультра софта, а один супер софт. У остальных же наоборот, ультра софт, супер софт, софт, как в принципе у меня было в этой гонке, но у меня было по итогу три пидстопа. Вот, но вы знаете скоро почему. Потихоньку прорвался опять после своего пидстопа второго, и думал, кстати, что у меня типа крыши хватит, но почему я не пишу сделать 30 пидстоп, потому что софта не хватило. Догнал уже Хюркенберга с Хартли, мне показалось, что Хартли уходит в пидстоп, с Хюркенбергом я пытаюсь разорваться на старт-финишной прямой, но у него, к сожалению, тоже есть ТРС, поэтому удается мне поровняться с ним только в конце прямой уже на первом повороте, и по внешней траектории спокойно обхожу, и впереди меня остается Дэнер Тикяда, которого я догоняю уже в конце второго сектора, и при входе в правый поворот решаю по внутренней войти, по итогу задевая его, и мы просто уходим в парный такой дрифт небольшой, но, слава богу, без каких-либо потерь. Думал то, что я его прошел спокойно и оторвусь от Дэна, но, к сожалению, он контратакует уже в предпоследнем повороте, и у него это удачно выходит. Он очень хорошо вышел из единственного поворота, из-за чего он и смог так в 12-м меня пройти. Но не так быстро он смог от меня уйти, спокойно я его догнал еще Дресса, и уже на третьем повороте я его спокойно прохожу по внешней траектории. Также Сироткин на своем втором пистопе ему не повезло, как и Ботасу, в принципе, которого задержали аж два болида по итогу, но по итогу Сироткин задержал болид Мерседеса, а потом болид Феррари. Просто болид Феррари выиграл в этом моменте кучу времени, потому что он уехал прямо позади Ботаса. Потом данный Хас, который сдерживал большую часть гонщиков, это был и Ботас, и Райканин, который задержал, кстати, Сироткина, и также вот был Саб Сироткин. За счет этого догнал еще и Льюис, и поэтому Льюису было возможности добавить Сироткину на обратной прямой за счет Дресса. Что, собственно, и происходит, Сироткин отдает позицию, к сожалению, и по итогу Льюис начинает отрываться от него. Также он прошел к Киме, ну и Сироткин начал уже сам бороться с Ким Райканином. Первые два поворота неудачно, к сожалению, только поравнялись, и по итогу через какое-то время он прошел его, но, опять же, обратная прямая ДРС, и все, Киме возвращается обратно в свою позицию. Также за этим уже начинает наблюдать постепенно Феттель, который тоже нравится как бы обогнать, потому что все-таки у него суперсофт, и как-то надо его реализовывать в данной ситуации. Контратак от Сироткина на Киме. Также еще Феттель пытался по внутренней части поворотов пройти Киме, но, к сожалению, у него это не получилось, так же, как и у Сироткина. Наследующий круг уже на старте финишной прямой, точнее, уже в первых поворотах, Сироткин наконец-то проходит Киме, и уже на обратной прямой Киме, к сожалению, проходит так же. И Феттель, так же его пытался пройти тот самый Хас, вроде это был Граждан, но мощи, к сожалению, у Хаса не хватает, и Киме возвращает себе позицию. Так же позади этой пары образовался Эстабан Акон, который так же пользуется этим моментом, и проходит еще и Хас. По итогу Хас потерял уже две позиции, точнее, одну, мог бы заиметь одну, но вот так получилось. После своего последнего третьего пистопа, когда я перешел на Суперсофт, я выезжаю прямо перед лицом у Феттеля, но самое главное, то, что он успел тормозиться и не смазал себе переднее крыло. Потом произошла следующая ситуация, камера от лица Сироткина, и тут я просто мимо проношусь на скорости в 360 км в час, Сироткин просто отруливает, лишь бы не въехать в меня. Ну, по итогу отрулив, возвращается на трассу, и Феттель решается в нем вмазаться. Так сказать, не сломал крыло об твоего напарника, сломаю об тебя хотя бы. Вот, не знаю, для чего Феттель это сделал. По итогу я прохожу Сироткина, тот отстал, конечно же, но я оторвался от группы позади идущей. Прохожу уже Ботас, отогнав эту группу из четырех болидов, и также стараюсь обойти Сайенса, что у меня получается за счет ДРСа. И все, для того остается только последние два болида, такой небольшой группы, и вдали едет Ферстафен, который лидирует в данный момент. Быстро догоняю пару Хэмилтона и Переса, которые воюют между собой за вторую позицию, и тут же предпринимаю решение, что буду атаковать их на прямой. Но в мой план не вошел то, что все-таки Мерседес ДРС будет довольно быстро за счет Слепстрима. Ну вот, собственно, выходим напрямую, открываю крыло Слепстрима от Хэмилтона, и начну догонять. Также Перес впереди идет, Хэмилтонами в Перес ходят бок о бок, я пытаюсь подстроиться, но, к сожалению, въезжаю в Переса, из-за чего ломаюсь и преднее право эти крыло немного, и также Перес немножко меняет свою траекторию, и въезжает в Юс, из-за чего я их прохожу, срезая, как-то шиканно, по сути. Вот. Часто в это время догнал Фрестаппина, пытался упройти в первом повороте, но не получилось, то есть я боялся уже сломать окончательно крыло, ну пусть ехать там два круга, но я буду страдать в скоростных поворотах, что мне крайне не хотелось бы. В третьем повороте тоже не решил себя так вот прям влетать, потому что решил, ладно, подожду прямой обратно из ДРС, меня спокойно объеду в Фрестаппин без каких-либо проблем. Да, конечно, у меня был слон на крыло, но вот новые покрышки, по сути, это нивелировали, и я ехал плюс-минус в таком же темпе, как и все остальные боты, так сказать. ДРС, Слепстрим, и спокойно, без каких-либо проблем. Слева обхожу Фрестаппина, за счет этого выхожу на первую позицию и выигрываю Гран-при Франции, которое получилось довольно интересно, так сказать, потому что два раза сломал себе крыло, один раз критически сломал его себе, из-за чего пришел сделать лишний пидстоп, но в принципе на ход гонки это для меня мало повлияло, я все равно выиграл, счет поделить. Да и в принципе я мог не делать лишний пидстоп, пытаться как-то дотерпеть на софте, но по итогу решу то, что я буду больше терять времени, ну, хотя навряд ли я потерял много времени, я абсолютно, скорее всего, приехал бы первым, но просто был бы Фрестаппин не так уж далеко от меня, как по итогу, то, что я его обогнал. Так сказать, решил себе сам усложнить жизнь. Ну да ладно, в принципе все вышло идеально, я выигрывал и самое главное. Сироткин, конечно, да, к сожалению, провалился, у меня были уже планы на то, что все-таки он сможет выиграть гонку, ну ладно, не выиграть, приехать вторым точнее, хотя бы. Это я думал, что он сможет, но, к сожалению, седьмое место по итогу у Сироткина. На подиуме у нас я, собственно, в Макс Фрестаппин и Льюис Хэмилтон. Также в основном зачете я продолжаю лидировать с большим отрывом от Хэмилтона, потому что из восьми гонок это уже седьмая победа. Да, единственное, только вот в Бахрэне полпроигрыш. Посмотрим, как дальше, конечно, пойдет, но мне кажется, что оставшиеся гонки тоже придутся вот под одну дудку, то есть я буду просто выигрывать гонку за гонкой и в один момент просто Сироткин тоже начнет уже приезжать на втором месте. Ну а я просто буду уже, наверное, всех в круг брать. Вот, собственно, такая итоговая таблица. Сайенс неплохо прорвался, как и Фрестаппин за счет одного пинстопа. Я же на такую стратегию просто испытываюсь по уже не иду, потому что это будет просто, ну, слишком легко. Также в Кубке Конструкторов постепенно я укрепляю наши позиции, потому что в основном в Кубке Конструкторов от меня идет 180 очков. От того же Сироткин там всего лишь 40, что, конечно, такая нехилая разница. В сопричине я продолжаю выигрывать, лишние ресурсы нам пойдут в скором времени. Также это был восьмой этап, из-за чего у нас обсуждение контракта. Но я налажал... Хотя вот, как по мне, в контракт должны ввести такую штуку, что... Есть шанс того, что контракт точно может пройти, даже если он будет превышать вашу стоимость. Ну, потому что, черт побери, я выигрываю восьмую, седьмую гонку из восьми, пока что у которых были, и у меня команда просто отказывает. Ну, почему? Почему так? Окей, я думаю, три улучшения на отдел, и типа, все, ок, будет. Нет, нифига. Ладно, думаю. Ну, может быть, тогда ожидаемый призыв квалификации хотя бы до первой, и все, точно пройдет. Но, по итогу, и этого не хватило, и мне дали какой-то просто говяный контракт. Ну, окей, хотя бы бонус там за гонку будет третьего уровня, но скорость модификации всего лишь там третьего, второго вроде уровня. Наверное, разработки, пусть второго, но это немало интересно. Бестоп будет всего лишь десятипроцентный по скорости. Из модификации я решаю брать дальше двигатели модификации на снижение расхода топлива. Также буду брать из износа шин, надо докачивать его, потому что будет меньше износа, может быть, проще доезжать какие-то гонки, как вот здесь было на софте. Я мог доехать на двух питах, по итогу, решу перестраховаться и заехать на третий. Беру два модификации небольших, и также будет в скором времени, надо придется брать уже глобальную модификацию в топливе. Но оно приедет через четыре недели. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok